Традиционный ежегодный конкурс «Талант-шоу», который проводит Дальневосточный федеральный университет совместно с Департаментом образования и науки Приморского края и Дальневосточной общественной организацией преподавателей английского языка, в этот раз собрал рекордное количество участников. Почти 400 школьников из разных городов и поселков Приморского края приехали во Владивосток, чтобы 6 апреля принять участие во втором туре. Первый тур ребята проходили в своих районах. Специально созданные конкурсные комиссии отбирают наиболее интересные и талантливые работы. Юные знатоки английского на конкурсе поют, декламируют стихи на английском, разыгрывают инсценировки. Участников конкурса не испугало штормовое предупреждение. Как известно, 6 апреля в Владивосток ненадолго заглянула зима, и география участников оказалась довольно обширной – от самых северных районов края до Южного Приморья. Это шоу талантов – уникальное совершенно мероприятие, которое проходит уже 16 лет. И самое главное отличие этого года в том, что талантов становится все больше. И принимает участие в этом так много людей совершенно бескорыстно, совершенно на общественной основе. Здесь нет никаких финансовых схем, поскольку это по-настоящему общественное мероприятие, по-настоящему общественная жизнь. Вот таких сегментов в обществе осталось очень немного. И, конечно, то, что дети маленькие приезжают из самых отдаленных районов, вот приехали из Кавалерово, приехали из Камня-Рыболова, из Сибирцево, это, конечно, удивляет, поскольку это шоу посвящено, в общем-то, английскому языку, и дети, которые сюда регулярно приезжают, они действительно достигают невидных высот в освоении этого языка, и потом они успешно учатся в университете. Многие из них станут нашими студентами, некоторые уже в этом году, некоторые в следующем. Но, как бы там ни было, это уникальное и очень значимое мероприятие. Я просто счастлив видеть вот этих людей, энтузиастов здесь. Заведующая кафедрой лингвистики и международной коммуникации Шурми Галина Ловцевич рассказала, что педагоги, чьи ученики участвуют в талант-шоу, черпают вдохновение, наблюдая выступления ребят. Оценив мастерство и уровень подготовки конкурсантов, они могут представить, с чем лучше приехать на будущий год. В жюри конкурса в этот раз был американский преподаватель Роберт Данин. Носитель языка выразил удивление и восхищение произношением приморских школьников. И это наилучшая оценка уровня конкурсантов. Ведь в школах края учителя не имеют возможности общаться с носителями языка. И тем более ценно, что их ученики говорят практически без акцента. Жюри оценивают не только навыки владения английским языком и произношением, но и оригинальность, артистичность, оформление сценических номеров. Имена победителей второго тура уже известны. Ребята получили приглашение принять участие в галоконцерте конкурса 27 апреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова